Алла Викторовна, как Вы относитесь к Баху? Как каждый музыкант, с великим почтением, его фуги, партиты, сонаты. Ну а здесь хочется вспомнить хоралфа-минор, который звучит в фильме «Солярис» Тарковского. Вы знаете, в моё детство пришлось на счастливые годы, когда профессия учителя, и особенно учителя музыки, казалась одной из самых важных и самых успешных в жизни. Поэтому я благодаря моим родителям, которые никакого отношения к музыке не имели, попала в одну из лучших музыкальных школ в Симферополе, в первую, к лучшим преподавателям, а затем, конечно, совершенно естественным образом продолжила уже на профессиональном уровне это Симферопольское музыкальное училище. А дальше? А дальше? За нами Москва. Какую же специальность вы приобрели? Музыковед, исследователь по специальности музыковедения. Так записано в моём дипломе. Но тем не менее занимаетесь вы сольфеджио, теорией музыки. Ну я же преподаватель, это самая наипрямейшая моя профессия. Теоретик? Да. Ну насколько я знаю, все студенты, ну страшно они любят ни теорию музыки, ни сольфеджио, ни тем более гармонию. На гармонию, о да. Я всегда на такие вопросы отвечаю, что им просто не повезло с преподавателем. На самом деле это самые интересные предметы. Своей специальностью, своими скрипками, контрабасами, две лончелями, тромбонами, кларнетами и флейтами, наконец, они живут. А мы на сольфеджио, на теории, мы не делаем им уши, мы делаем мозги. Мы делаем музыкантов музыкантами именно на сольфеджио, на теории и, конечно же, на гармонии. Есть ли у вас любимый композитор? Ну это сложный вопрос, но Моцарта, наверное, я могу сыграть всегда. Почему именно Моцарт? Ну Моцарт, это же гармония мира. А Бах, тогда кто? Бах это великий экспериментатор. А Чайковский? Чайковский просто гений. А Прокофьев? Прокофьев, неоклассик. Он же не зря сам говорил, что если бы Гайден жил в 20 веке, он бы написал мою симфонию. Какую? Классическую, первую. Могу вас попросить что-нибудь исполнить для нас? Конечно. Ну, естественно, немножко Моцарта. Он исправит нашу хмурую погоду и принесет нам солнце в нашу жизнь. Пойдемте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это действительно так. Наши дети продолжают нашу музыкальную династию. И я хочу вас познакомить со своей старшей дочерью Маргаритой. Очень приятно. Маргарита учится в секторе педагогической практики Симферопольского музыкального училища имени Петра Ильича Чайковского. Она шестой год занимается флейтой. Ну и в данный момент уже является неоднократным лауреатом международных конкурсов, где она выступает как флейтистка. Вы нам представите что-нибудь? Конечно. Музыка 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 Любовь к прекрасному – явление наследственное. Семья Аллы Сергаевой часто собирается вечерами для музицирования. Взрослые и дети единогласны во мнении. Подобное времяпрепровождение помогает оставить проблемы за пределами дома. Лучше понять друг друга. Ведь музыка – это любовь. Музыка 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 Глава семейства Федор Зайцев – кларнетист Оркестра Крымского Академического Музыкального Театра. Помимо этой работы он преподает в Симферопольском музыкальном училище и Институте культуры. И Алла, и Федор имеют значительный педагогический стаж и знают, как воспитать настоящего человека не только по одноименной опере Прокофьева. Дети учатся исключительно на примере своих родителей. Гармония в семье Зайцевых-Сергаевых – не только музыкальная наука, но и образ жизни. Расскажите, как вы познакомились? Ну, это очень интересная история. Мне кажется, мы знакомы всю жизнь. Мы не можем точно определиться, когда мы познакомились. Наверное, тогда, когда первый раз увиделись на поступлении в музыкальное училище. 1994 год, кажется. Да, 1994 год. Федя поступал на кларнет, я поступала на теорию музыки. Потом мы учились параллельно, друг с другом общались. Потом разъехались по своим консерваториям и вернулись, когда в 2003 году, в Симферополь. Так сошли звезды дальше. Когда в какой консерватории мы учились? В Ростове. Ну, как-то решил поехать туда, потому что, ну, посчитал, что для меня это будет самый лучший вариант. Алла Викторовна поехала в Москву учиться, потому что туда было направление выдано. Именно, ну, как-то так. Почему именно кларнет? Почему вы выбрали этот довольно странный транспланирующий инструмент? Ну, честно говоря, изначально, когда первоначально, когда только музыкальная школа еще пошел, потом, как-то мне родители говорят, время было 90-е годы, хочешь пойти, вот там, дедовщина всякая, такие эффекты, ну, это мы помним все из жизни, вот, вот, тогда делай, что хочешь. А, хочешь пойти в армию, обязательно же пойдешь в армию, но попадешь тогда в музык взвод, ну, если будешь в армию, если будешь учиться на карнизе. Ну, как-то так вот, поначалу ходил так, не хотя бы, а потом как-то втянулся, и вот, потом стало частью моей жизни. Такие отслужили в армию? Нет, повезло, там, наше правительство приняло, соответственно, законодательные акты, что студенты в высших учебных заведениях там служат потом. Ну, так, потом так вот и затянулось. Маргарита, а почему же вы выбрали флейт? В детстве я болела бронхитом довольно часто, хотя сама не очень к болезням отношусь. И как-то родители, потом у меня музыкальная семья, и хотели меня, конечно, отдать на какой-то музыкальный инструмент. И родители решили как-то совместить приятное с полезным, так как флейта полезна для дыхательной системы, для легких. И решили отдать мне на флейту, причем у нас есть очень хорошие преподаватели, я вот сейчас у него учусь, это очень классно. Вот, такая вот история. У нас мама-теоретик в семье. Сюрприз пришел. Сюрприз прибежал. Покажи сюрприз. Ну, как здорово. Иди дальше. Тоже будущий музыкант? Вы знаете, меня недавно спросили, вы выбрали инструмент для Тимофея? Я говорю, выбрали дрель. И болгарку. Я бы очень хотела, чтобы это было так, но я боюсь, что музыкальные гены возьмут свое. И какой же все-таки будет инструмент? Лишь бы только не петь. Я согласна. Дальше продолжить полный сбор духового оркестра. А почему не петь? Ну, это очень сложно. Это еще, пожалуй, сложнее, чем теоретическая профессия. То есть сложнее, чем теоретик. Да. Это вообще профессия музыканта, она очень сложна. Маргарита, что для вас музыка? Музыка? Это прекрасное хобби. У меня это дело, как я уже говорила, у меня оно получается. Мне это нравится играть. Мне нравится играть произведения. У меня получается, мне нравится над ними работать. Конечно, что не получается, бывает и не нравится, хочется бросить. Ну, а так, мне прекрасно. Мне больше нравится ее слушать и слушать флейту. Не только в моем исполнении, но и в исполнении другого. Это мое хобби. Это какое-то чувство. Федор, для вас что есть музыка? Для меня это интересная работа, интересное даже, наверное, хобби, потому что, помимо работы, я еще очень много слушаю разных других исполнений, известных мне, не очень известных произведений. Тех же самых произведений, что мы ставим в нашем театре, также эти же постановки смотрю, как ставят другие. Один из центровых тем в моей жизни. Музыка – это жизнь. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кто-то говорит хобби, кто-то профессия. Кто-то театр, а музыка – все. Музыка – это ветер, музыка – это природа. Музыка – это вдох. Ты вдыхаешь и понимаешь, что сейчас ты пойдешь играть музыкальный диктант и видишь перед собой будущих музыкантов, которые определяют музыкальное лицо страны в ближайшие 20-30 лет. Вечером ты выдыхаешь, идешь в театр и видишь в оркестровой яме того, кого ты выпустил 20 лет назад. Это замечательно. На сцене ты видишь своих коллег и засыпаешь с мыслью о том, что у тебя завтра, какие у тебя завтра проекты, концерты, лекции. Поэтому музыка – это все. Музыка – это жизнь. Я люблю музыку. А какую ты музыку любишь, Тима? Петь или играть? Играть. И петь? Нет. А слушать любишь? Угу. А как Маргарита занимается, любишь? Ой, красиво, правда? На каком инструменте? Как Маргарита на флейте или как папа на кларне? На кларне. Крарне я тройную, а с палочками. А может быть на ксилофоне? У тебя же дома есть ксилофон? Я же об этом ксилофоне и говорю. А, понятно. Ты у нас будешь ударник. Ну, нам именно этого и не хватало для духового оркестра. Удачи. Она, они будут сидеть в ксит. Удачи. 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 Удачи.